Привет! Я сегодня собиралась заниматься своими делами. Увидела, что в Киеве произошло шествие на честь памяти Павла Шеремета. Этот факт меня страшно разозлил, поэтому я решила записать сегодняшнее видео. Я отдаю себе отчет, что, возможно, завтра уже видео это будет неактуальным. То есть шествие произошло, и смерть Шеремета никого не будет интересовать. Учитывая разницу во времени, а у меня с Украиной разница во времени в 7 часов, с Европой в 6 часов, то видео мое, возможно, будет просмотрено завтра. Когда села уже перед камерой и задумалась, Света, боже мой, зачем тебе это нужно? Это занимает массу времени, я могла бы учить английский, я могла бы заняться какими-то домашними делами, но, видимо, молчать мне все-таки трудно. И так по поводу Павла Шеремета. Это журналист, который работал в Белоруссии, который работал в Москве, и в последнее время работал в Украине. Он жил с гражданской женой Аленой Притулой. Когда-то ее имя вспоминалось в связи с гибелью Гангадзе, сейчас ее имя вспоминается в связи с гибелью уже другого журналиста Павла Шеремета. Павло Шеремет был, как известно, взорван в машине. Машина принадлежала Алене Притуле. Единственная версия, это, конечно, рука Москвы. У меня лично нет сомнений о том, что заказчики этого преступления находятся в Российской Федерации. Убийство Павла Шеремета для дестабилизации общественно-порядической ситуации в Украине по аналогии с делом Гангадзе. Была попытка в пропаганде делать вид, что к этому имеют отношения сотрудники правоохранительных органов, бойцы добровольских батальонов. Это абсолютно неправда. Все эти версии были проверены, однако никакого подтверждения не нашли. То есть, если раньше, год назад, еще рассматривались другие какие-то варианты, то есть даже связь его с чеченцами, возможно, там даже и недовольство Лукашенко его деятельностью или реакция тех же украинских радикалов на его последние публикации, то есть на сегодня все эти версии не озвучиваются. Итак, о самом шествии, как оно вообще происходило. В Украине, видимо, уже такая сложилась четкая традиция зажигать свечки. Если поминают небесную сотню, расстрелянную на Майдане, зажигают свечки. И никто не задумывается, почему они погибли, кто вообще стрелял и какие вообще в принципе есть версии. Если хоронят героя АТО, зажигают свечки. Никто не задается вопросом, возможно, эту войну можно было бы давно уже прекратить, и молодые парни не гибли бы. Если, ну не знаю, что там, допустим, вспоминают голодомор, зажигают свечки. Поэтому, да, сегодня тоже зажигали свечки. Что мне бросилось сразу в глаза, это черные футболки и вопрос, кто убил Павла Шеремета. По всей видимости, акция была проплачена, потому что, ну, те же футболки, те же лампадки нужно было заказать где-то. Единственное, что мне не понравилось, что, ну, в общем-то, мало, мало футболок. Вот если бы все шли люди в черном, черные футболки, ну, тогда бы это было более внушительно. А поскольку, ну, в черных футболках там может быть человек 20, я заметила, это первые ряды этой колонны, то на меня должного эффекта это не произвело. Опять же, по поводу вопроса, кто убил Павла Шеремета, поскольку это было шествие журналистов, наверняка они должны были бы догадываться, что ответ на этот вопрос уже существует. Еще год назад было официально заявлено, что к следствию присоединилась ФБР. И я не верю, что на сегодняшний день неизвестны имена заказчиков и имена убийц. Вопрос лишь в том, захотят ли их опубликовать, и когда захотят, и в каком контексте. То ли это будет перед выборами, то ли это расследование затянется на года. И когда я увидела первые кадры этого шествия, вот у меня лично сложилось такое впечатление, такая картинка визуальная, вот, знаете, как стоят коровы где-то там в стойбище. Они, в принципе, сытые, потому что лето, потому что зелень, но вот пастух выгоняет их попастись, и коровам очень хочется выходить, но не вынуждены. И вот они пошли себе попастись на лужайке, и, в общем-то, и пастуху скучно становится. Он думает, как бы это время быстрее убить, чтобы коровы, наконец, насытились, и чтобы я пошел заниматься своими делами. Одним из этих пастухов я увидела Мустафу Найема. Я обратила внимание на то, как он отвечает на вопросы, он прячет глаза и, в общем-то, уходит от темы. Мустафа был намного смелее в своих вопросах, он не прятал глаза, он чувствовал за собой спину, поддержку, и, в общем-то, выглядел смелым и решительным. Я хотел спросить вас про сына. Вот скажите, пожалуйста, как так быстро он стал миллиардером? И, собственно, что произошло, почему? И помогают ли ему в этом его друзья? Я имею в виду вице-премьер-министр Арбузов, Захарченко, глава администрации налоговой, или это его исключительные таланты? Спасибо. Сейчас Мустафа выглядит несколько скромнее и задает гораздо меньше вопросов. Например, по поводу того, откуда появилась квартира у его друга Лещенко. В ходе этого шествия меня также порадовали ответы на конкретные вопросы и других журналистов. Например, Настя Станко сказала, что теперь каждое слово она контролирует, она делает то, что она должна делать, но она каждый раз задумывается, и этот факт ее очень беспокоит. Да, Настя тебе придется задумываться, потому что теперь это касается лично тебя, лично твоей шкуры. Тебе придется задумываться. Ответ другого участника этого шествия меня тоже несколько удивил. Он заявляет о смерти Гангадзе, что его убили случайно. Ну, так себе решили попугать и случайно отрезали голову. С Гангадзе вбивство? Там кто-то трався трошки несчастный случай. Там хотели залякать и убили. А тут? Ну, и очень умилил меня ответ вот этой вот девочке. Я знаю, что правда победит, и я уверена, что мы этого добьемся. И, ну, я очень надеюсь, что Влада в какой-то момент остановится и скажет, стоп, что мы делаем? Опять же, во время этого шествия прозвучал вопрос, почему так мало собралось журналистов. И мне хотелось бы лично ответить на этот вопрос. Да правильно и сделали, что они не приехали. Кто должен был прийти на эту акцию? Кто? Провинциальные журналисты, которые поедут с того же Франковска, с того же Львова. Зачем им это нужно? Или вам не заплатили, или вас не пригласили. И, в общем-то, скорее всего, вам просто пофиг, потому что большинство журналистов живут на нищенские гонорары. Да им просто все равно, им плевать. Они живут на свои мизерные зарплаты, они просто отрабатывают свой хлеб. Это те журналисты, которые, например, работают на государственном областном телевидении, они имеют зарплату чиновника. Это те журналисты, которые имеют зарплату какого-нибудь частного СМИ, и при этом этот журналист сидит где-нибудь в городе Долина, и каждый день думает, закроют его сегодня или не закроют. Будет финансирование или не будет. Всем было все равно, когда начинались еще первые попытки властей, первые пробы, я сказала бы, каким-то образом надавить на журналистов и предупредить, чтобы они не смели выступать против нынешних властей. В общем-то, всем было плевать еще тогда, когда я выезжала. Сейчас просто этот террор нужно расстрелять на месте, можно взорвать в центре Киева, можно закрыть СМИ. Шеремет был проукраинский, сегодня говорят, что это значимое лицо, но скажите мне, кто знал о Гангадзе, кто знал о Шеремете? До того момента, пока их не убили. Поэтому на сегодняшний момент эту акцию я вижу как просто для того, чтобы поставить галочку и отчитаться перед своими хозяевами. Вот согнали какое-то количество журналистов, кто-то из них пришел добровольно, откликнулся. Но все это выглядело показушным и неестественным. Вот, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что вас просто поймели и над вами посмеялись. Я ответить не могу, потому что я не могу следовать, не могу процессуальным руководителем. Поэтому я тут прогнозировать не могу ничего. Мы принимаем этот ваш сообщественный тиск, абсолютно необходимый, и мы его не боимся. Во время шествия я не услышала имени Бузины, который был убит. Я не услышала имени Васильца, который сидит. И ни разу за все это время не поднимался вопрос о тех журналистах, которые вынуждены были уехать. Или жив тот журналист сейчас где-то там за границей, или имеет он работу, или он моет унитазы, или не едет у него крыша от этого всего, и, может быть, он вообще там где-то скорячился под мостом, и ему ничего есть, ему негде спать, у него нет друзей, он не знает язык и попросту лежит в той канаве и вздыхает. И всем все равно. Я хочу сказать, что вчера совершенно случайно, хотя я думаю, что ничего в этом мире не происходит случайно, я увидела фильм «Дело Кингесбей». Это работа норвежского кинематографа, с которым я не была знакома до сегодняшнего момента, и этот фильм меня поразил. Там затрагиваются события 60-х годов прошлого века. Журналистка расследует гибель шахтеров, выходит на события, в общем-то, международного уровня, в результате журналистка гибнет, ее просто сметает машиной, чтобы она, в принципе, не имела никакой возможности мыслить, публиковаться и что-то там расследовать. Фильм заканчивается тем, что виновата все та же рука Москвы. В свою очередь я тоже хочу сказать, что отправляла свою статью на тему «Свобода слова в Украине и в мире». Я ее отправляла в международные журналистские организации правозащитные, но не получила никакой реакции. В общем-то, всем было плевать. Ничего в этом мире не меняется, пока сами журналисты, в общем-то, не поднимут голову. Настоящие журналисты не начнут что-то действовать и что-то требовать. Ну и кого мне действительно стало жалко, это коммунальников, когда я увидела, как эти вот листочки наклеиваются на столбы в Киеве. Я просто подумала, наверное, это все-таки будет хреново смывать, наверное, там клей, коммунальникам прибавится работы, учитывая то, что Киев, в принципе, становится засранным. Как засирается, в принципе, вся Украина, поэтому мое сочувствие людям, которые все это будут убирать и смывать. Ну, на этом все. Мое неуважение и мое негодование пастухам, которые организовали все это шествие. Мое негодование пастухам, Продолжение следует...